Заснять такие работы авторам удалось не только благодаря умению поймать нужный кадр, но и с помощью волшебства. Национальный наряд оказывает просто магическое воздействие на моделей. Я сколько работала с моделями именно в этом образе. Как только одевают платок, она уже представляет себя где-то там очень-очень давно, что живет она где-нибудь там в 17-16 веке, и выражение в глазах другое совершенно. Одна из моделей, чье фото представлено на выставке, призналась, что порой ради одного единственного кадра приходилось потрудиться. И дело тут не в умении позировать, а в организационных моментах. Мы вставали в 7 утра, ехали на верхнюю березовку, мы поднимались на самую-самую высокую гору, там скалистые, они такие горы. Мы фотографировались буквально до двух часов дня, но жара, усталость, все-таки сказались. Но они того стоили. Фотографии получились шикарные, очень красивые. Они передают вот эту славянскую культуру. Организатор выставки считает, что такие фотографии современным людям нужно показывать как можно чаще. Увлекаясь модой, нельзя забывать о традициях. Эта память поможет современному обществу избежать ошибок и не допустить падения нравственности. Возможность вспомнить историю предоставится 8 июня. В Музее истории города пройдет мастер-класс по изготовлению русских народных кукол. Обучение начнется в 14.00, вход свободный. Ирина Ревенская, Евгений Павлов, Новости дня.